Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите очередной выпуск программы для автомобилистов Бардачок и на ваших экранах снова я, Александр Трепетин. Две недели назад я рассказывал о странном сочетании разметки и ширины дороги на выезде с нового моста на Клочковскую. И похоже, меня услышали, разметка в этом месте поменялась на правильную. Напомню, что после реконструкции трамвайного пути на новом мосту существенно сузилась разделительная полоса, на которой этот самый путь расположен. Соответственно, перед перекрестком стала шире проезжая часть. Но при сезонном обновлении разметки, сей факт почему-то не был принят во внимание соответствующими службами, и количество полос оставалось неизменным. В итоге перед вступлением вместо указанных разметкой знаком четырех полос стихийно образовывалось пять. Теперь же разметка соответствует дороге. Одна линия немного сдвинулась в сторону, и на месте суперширокого левого крайнего ряда нарисовано две нормальные полосы. На всех полосах также появились стрелки 1.18, указывающие направление движения по каждой из полос. Два левых ряда для поворота налево, три оставшихся для движения прямо через перекресток и направо. И на сегодня пять рядов перед светофором полностью соответствуют разметке и здравому смыслу. Но не соответствует знаку. Удивительно, но гораздо более трудозатратная смена разметки проведена, а знак остался прежний. Это еще хуже, чем было до изменения. Дело в том, что согласно ПДД, требования дорожного знака для водителей главнее требования разметки. Знак указывает, что полос все так же 4. И все так же непонятно, куда можно ехать из среднего ряда. Те стрелки, что нарисованы на асфальте, при интенсивном движении незаметны под машинами. Если считать полосы, как их считают автомобилисты, то начинать нужно с крайней правой полосы. Именно правый ряд они называют первым. И тогда средний ряд для поворота налево, уж он треть. Если считать ряды, как считают все остальные нормальные люди, слева направо, то средний ряд для проезда прямо. То есть водителей в этом ряду можно сделать нарушителями в любом случае. Обидно, да? Надеюсь, что это временная недоработка, которая будет устранена в ближайшее время. А противоречие между разметкой и знаком просто высосана из пальца проблема. Ведь водители нас таким не смутить. Все равно будут ехать так, как удобнее. И в данном случае это не может не радовать. Еще одно новшество в регулировании движения, внедрение которого прошло как-то незаметно для большинства автомобилистов. Без помпы и торжественных речей в городе на большинстве перекрестков поменялся режим работы светофоров. То, о чем говорили после резонансного ДТП на Сумской, становится реальностью. Большинство светофоров постепенно избавляется от желтого сигнала. Нет, не окончательно, не радикально, но длительность горения желтого после красного существенно сократилась. Напомню, что после трагедии, в которой Лексус вылетел на тротуар, чиновники как в Киеве, так и в нашей Харьковске заговорили о необходимости отмены желтого сигнала. Уж очень много водителей вели себя так, как будто желтый после красного разрешающий, и на него смело можно стартовать. Особенно много таких стартующих наблюдалось там, где светофор имел таймер обратного отсчета. Водители начинали движение даже не на желтый, она сейчас будет желтой. И то, что случилось прошлой осенью на Сумской, рано или поздно должно было случиться при таком отношении. Отмена желтого после красного, по мнению многих специалистов о безопасности дорожного движения, должна была исключить, ну или по крайней мере, существенно снизить риск таких аварий. Увы, для радикальных изменений нужно было бы в первую очередь сменить государственный стандарт, в котором прописан алгоритм работы светофора. Ну и правила дорожного движения тоже. А в Харькове пошли другим путем. Желтый после красного не исчез, но существенно сократился. Еще недавно таймер на красном сигнале отчитывал секунды до четырех, затем включался желтый на три секунды, а потом зеленый. Три секунды горения желтого многим водителям казались вечностью. Потому и стартовали они, не дождавшись разрешающего сигнала. Чтобы не провоцировать таких спешащих, теперь светофор переключается иначе. Таймер, если он есть, считает до второй или даже до первой секунды, затем на секунду загорается желтый и потом зеленый. Точно так же, только без таймера, обратного отсчета, все происходит и на других светофорах. При переключении с красного на зеленый, желтый мелькает буквально на секунду. Время горения желтого сокращено втрое, а на некоторых светофорах даже до полусекунды. Режим переключения с зеленого на красный не поменялся абсолютно, и желтый перед красным горит привычные три секунды, как и предписано стандартом. Таким образом, существенно снижен риск ошибки для водителей, когда завершающим проезд горит желтый, для начинающих движения все еще красный. И волки сыты, желтый сигнал на месте, пусть в сокращенном виде, и овцы целы, вероятность аварии намного меньше. Я считаю, что до законодательного урегулирования вопроса желтого сигнала, харьковский вариант решения проблемы – отличное решение. Осталось только добиться того, чтобы все светофоры в городе работали по обновленному алгоритму. Уверен, это дело в ближайшего будущего. А там, глядишь, и Верховная Рада с Кабмином разродятся очередной реформой. Клуб любителей бездорожья «Вольные джиперы» в очередной раз отмечают свой день рождения. Отмечал в соответствии с традицией широко и интересно в формате джип-фестиваля. Происходило все это в Шевченковском районе и даже получило название «Шевченковские парагоны». В третий раз «Вольные джиперы» столь широко отмечают свой день рождения, при большом стечении единомышленников и местных жителей. На Лугу недалеко от районного центра развернулся настоящий фестиваль с развлечениями для всех от мала до велика. Разумеется, торжественной части имело место. Поздравления имеником прозвучали от районных властей, от спонсоров, от коллег джиперов из других внедорожных клубов. Но главным событием праздника, конечно же, стали гонки по бездорожью. Уже традиционно состязания проходили в формате джип-спринта. Гонки по кольцевой трассе со всевозможными препятствиями, как естественными, так и рукотворными. Транспортные средства тоже традиционно были разделены на два класса – рейд и хард. И была еще группа «Стандарт», абсолютно стандартной машины с полным приводом, в которой мог зарегистрироваться любой владелец внедорожника и испытать себя на легком бездорожье. Ну а для рейда и харда бездорожье было гораздо серьезнее. Отдельным и уже традиционным развлечением для многочисленных зрителей стало рассматривание полноприводной техники, которой предстояло покорять преграды, подготовленные организаторами. Среди множества внедорожников ожидаемо выделялось вот это чудо, которое харьковчане уже могли наблюдать на первом этапе троеборья весной. Машина, которая до сих пор пребывает в состоянии достройки, удивляет не только примитивностью конструкции, но и эффектными решениями за минимальные деньги. Совсем на другом конце шкалы подготовленных внедорожников вот такой УАЗ, буквально на днях вышедший с СТО, превративший утилитарный внедорожник в черный ужас бездорожья. А посерединке предельно облегченная Нива, которая для гонки была избавлена не только от задней ляды, но и от стекол в дверях. Остальные машины хоть и выглядели весьма брутально, таким интересом зрителей не пользовались, по крайней мере перед стартом. На старт первыми вышли автомобили категории Рейд. Им предстояло в течение двух с половиной часов наматывать круги по подготовленной и размеченной ленточками трассе. Трасса имела две части, радикально отличающиеся одна от другой. Первая часть горная, чистый триал по крутым косогорам. Вторая часть равнинно-болотная, изрядно разбавленная рукотворными, вернее, экскаваторотворными преградами с залитыми водой. Машины стартовали с интервалом в минуту, чтобы не мешать друг другу, и устремлялись на покорение холмов. Та часть трассы, которая была проложена по холмам, самая протяженная. Но не самая сложная. Здесь все препятствия не особо впечатляли зрителей. Но препятствий было много и цена ошибки высока. А ошибка была одна – неверный выбор скорости. Поторопишься, не впишешься в поворот, потеряешь время на маневрировании. Поедешь слишком медленно – будут наступать на пятки соперники. Успешно преодолев горную часть, машины участника вырвались на ровный луг. Вернее, ровно он казался зрителям – издалека. Ограниченный ленточками коридор выводил экипаж на грязевые участки, которые оказались весьма коварны. Ошибка в выборе траектории, и джип садится на мосты. Опять потеря времени. Ну а если не ошибся, то зрители получают удовольствие, наблюдая за носящимися по лугу внедорожниками – самый скоростной участок трассы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Первым рукотворным препятствием, с которым сталкивались экипажи, были выкопаны в шахматном порядке канавы. И если штурман правильно выбирал траекторию, вовремя прокладывал где нужно сэнд-траки, то машина проходила эту преграду без проблем. А вот если экипаж ошибался… Джестvereмо Звучая плана Дава На втором, третьем и последующих кругах эту преграду экипажа проходили гораздо быстрее. Нащупав верную траекторию, можно преодолевать эти канавы даже без подручных средств, что и демонстрировали внедорожники. Организаторы, конечно, на всякий случай поставили рядышком эвакуатор с лебедкой, но он, к счастью, не понадобился. А вот чуть дальше, на следующем препятствии, без такого эвакуатора, уже было совсем бы печально. Залитая водой канава, в отличие от предыдущих преград, уверенно проходилась только на первых кругах. После того, как джипы размесили дно и берега своими колесами, началось самое интересное. Без помощи лебедки эвакуатора проходить канаву получалось далеко не у всех. Вот где хорошо заметна разница в подготовке и машин, и экипажей. Кто-то проходит преграду даже без подсказок штурмана, который сидит в машине и ног не мочит. А кто-то вынужден всем экипажем показывать зрителям битву с грязью. Зрителям, понятное дело, такое нравится, а вот экипажу почему-то не очень. И тогда одна надежда на лебедку эвакуатора. Самим командам категории рейд использование лебедок, даже если они имеются, строго запрещено регламентом. Вот и трудился эвакуатор без перекуров. Хорошо, что группа поддержки клубовольных джиперов поддерживала его очень даже неплохо. Впрочем, была ситуация, когда даже лебедка эвакуатора оказалась бессильной. Не помогал даже блок и газон в виде якоря. Только двумя лебедками получилось вытащить застрявшую АС с 13-м портовым номером. Пока его тянули, самые быстрые экипажи по 3-4 круга сумели пройти. А лучший результат гонки – 12 кругов. После финиша и автомобилей сами участники оказались покрыты толстым слоем украинского чернозема. Я даже не представляю, как потом такой отмывать. После двух с половиной часов на жарком солнышке я как-то расслабился. И, наслаждаясь вкусным кулешом от организаторов и виновников торжества, попросту пропустил заезд категории «стандарт». Зато к старту «Харда» был полностью готов. «Старт», кстати, изрядно подзадержался. Первая часть дистанции для «Харда» ничем не отличалась от таковой для рейда. Те же косогоры и холмы. Потому зрители с нетерпением ждали участников на равнинной части возле выкопанных глубоких ям, заполненных водой. Эти ямы гораздо глубже тех, что преодолевали машины класса рейд. Вот только подождать пришлось почему-то долго. Задержка вышла в холмах, перевернулся один из внедорожников. К счастью, без каких-либо последствий для самой машины и экипажа. А первым к водяной яме добрался экипаж, стартовавший третьим. И прошел ее практически без напряжения. Значит, самое интересное будет происходить возле следующей преграды. И действительно, именно там, возле бассейна метровой глубины, развернулось настоящее сражение с бездорожьем. Все остальные преграды на фоне этой оказались незначительными. Их серьезно подготовленные машины проходили без задержек. А это так не получилось. Алгоритм действий всех экипажей был достаточно похож. Подъехать к канаве, забросить с помощью штурмана трос лебедки на другую сторону, зацепить его за трактор, выступающий в роли якоря, и выбраться из бассейна. Вот только между забросить трос и зацепить его за трактор приходилось в машине нырять в яму. И тут стало очевидным преимущество открытого кузова котлеты с бортовым номером 33. Этот самый кузов не задерживал воду, потому машина довольно резво пробиралась по канаве. Другим приходилось тяжелее. Вода быстро заполняла кабину, увеличивая массу авто минимум вдвое. Потому лебедке приходилось очень тяжело. Неудивительно, что сей агрегат иногда не выдерживал свалившегося на него счастья. И тогда на помощь приходили соперники. Конечно, понимаю желание штурманов перебраться на другую сторону канавы, не замочив ног. Но мало у кого это получалось. Чаще приходилось штурманам принимать грязевые ванны вместе с автомобилем. А еще очень впечатляюще выглядело то, как машины ныряли в эту самую канаву. Тот самый случай, когда следует выбирать нечто среднее между аккуратно скатиться и резче газануть. Если сильно осторожничать, машина утыкается радиотором в дно. Если переборщить с газом, то еще и зароется в эту самую грязь. В общем, опыт пилота решает. И с каждым кругом получается все лучше. Вот так и прошел день рождения вольных джиперов. Победители соревнований получили ценные призы. Все присутствующие – море удовольствия. Думаю, клубу пора выводить свой праздник на всеукраинский уровень. Судя по увиденному, справятся в лучшем виде. Вот и все на сегодня. Очередной выпуск «Бардачка» подошел к концу. И мы расстаемся, как обычно, на неделю. Не забудьте включить ваш телевизор на наш канал в это же время. Ну а пока я, Александр Трепетин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Ни гвоздя вам, ни жезла. Субтитры подогнал «Симон»!